А знаете ли вы, как в России появился ЗАГС? По свидетельству историков до 1917 года, венчание, регистрация новорожденных и умерших, отпевание и крещение проводились в православных храмах, синагогах и мечетях. Но после свержения самодержавия и отделения церкви от государства, был принят декрет о гражданском браке, провозгласивший равенство между мужчиной и женщиной, и уничтоживший старый порядок брачно-семейных отношений. Сразу же стала создаваться новая структура государственного управления. Появились отделы записи актов гражданского состояния, сокращенно именуемые ЗАГС. Но первые учреждения выглядели совсем не торжественно. Регистрация велась при нотариальных отделах Коммунистической партии. Только после образования СССР в 1922 году был разработан новый кодекс о браке, семье и опеке, который закрепил революционные преобразования в брачно-семейном законодательстве. В 30-е годы органы ЗАГС были включены в структуру Министерства внутренних дел, а их сотрудники получали милицейские чины и лейтенантские погоны. Но в 40-х, после Отечественной войны, их вывели из подчинения МВД и как отдельную структуру разместили в специальных помещениях, а для сотрудников разработали инструкции, повышающие их культурный уровень, для проведения брачных церемоний. Также было предусмотрено обязательное присутствие при бракосочетании свидетелей, установлен определенный срок на регистрацию брака и отпуск для новобрачных. 1 ноября 1959 года впервые в России был открыт Дворец бракосочетания на Английской набережной в Санкт-Петербурге, что положило начало созданию новой традиции – торжественной регистрации брака. Делись этим видео с друзьями. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова